Знаешь, IT-сектор действительно у нас растет, заметно растет, и очень талантливые ребята, и компании, и новые проекты появляются. И это компании, которые на мировом уровне работают, на мировом уровне конкурируют, то есть они в высшей лиге уже сразу, не в локальной лиге. Ты с IT-компаниями вообще работаешь среди твоих клиентов? Есть такие компании сегодня? Есть, есть. Ну, немножко мы работали когда-то с EPU, но это было немного, если мы говорим сейчас. Сейчас у меня есть одна мексиканская компания, которая, в принципе, IT. Была не так давно, американская компания тоже IT. Чем менеджмент в IT, по твоему мнению, отличается от менеджмента в традиционных секторах? Чему, может быть, стоит поучиться? Я думал, ты спросил, чем менеджмент в американском IT отличается от менеджмента в белорусском IT, как сказать, ничем. Раньше был коллегой Влад Укач, он любил, у него фраза была «все тонет в марже». В многих этих IT-компаниях все настолько тонет в марже, что они пока до менеджмента еще не совсем добрались. То есть там можно еще и… Успех многих, в том числе и белорусских компаний, на то, что они нашли, это надо дать должное определенно предпринимать с каким-то умом, нашли как бы свои ниши, работают, агрессивно как бы идут. Я не думаю, что многие из них на той стадии, когда менеджмента становится ключевым фактором конкурентного преимущества. Я некоторых IT-компаний, я не говорю про наши, про те, зная изнутри, там можно улучшать еще как бы просто в разы. Поэтому я бы не ставил их пример как бы менеджмента. То есть там давай-давай еще? Там абсолютный давай-давай, там с этим… Там есть свои плюсы, да, потому что нет той иерархии и есть вот этот agile пресловутый. Но реально самые продвинутые маржи-технологии будут в бизнесах, где уже вот такая маржа. Если вы посмотрите какие-нибудь суровые, западные, жесткие FMCG-компании, там все как бы выстроено, все по-другому. Потому что там по-другому вы просто с рынка уйдете. Во многих этих IT-компаниях вы либо с рынка уходите, потому что вы просто не попали в струю, либо если вы попали, то вам много что прощается, потому что хорошая прибыльность. Поэтому, к сожалению, ну вот сейчас у нас начался проект с одной IT-компанией, которые хотят. У них все хорошо. Это редкий случай. Мы всегда говорим, что к нам чаще всего приходят компании, которые не хотят менять свои ценности и стиль управления, но хотят справиться со своими трудностями. В бизнесе, там, кризисами и так далее. Но когда мы говорим, что неплохо поменять то, как вы управляете, на самом деле для них это, конечно, далеко не самоцель. Чаще всего приходят в кризисе. А самый легкий проект, самый благодарный, когда компания не в кризисе, они приходят и говорят, у нас через 3-4 года будут состоять совсем другие амбициозные задачи. Мы с этим менеджментом эти задачи не освоим. Давайте мы за эти 2-3 года этот менеджмент по-другому изменим. Тогда вы без спешки все это делаете, и результаты всегда идут, ну, как бы они экспоненциальны. Вот сейчас одна такая IT-компания есть, по работе через пару лет как бы расскажу. Но так пока каких-то таких уже фишек IT-компаний, которые можно принять во всех, еще раз повторюсь, менеджмент, мое наблюдение не является их самой сильной стороной. Субтитры создавал DimaTorzok